Это новая Мазда 3, и по утверждению производителя, ее внешность должна напоминать хищное животное, готовое наброситься. Тем не менее, я в этом не уверен. Вот изображение кошки, готовой наброситься, и я не вижу сходства. Хотя машина отчасти выглядит как кошка, но делающая что-то другое, особенно на виде сзади. Хорошо, хватит об этом. Итак, это, возможно, одна из машин, которую вы собираетесь рассмотреть перед покупкой. Как вы, возможно, присматриваетесь и к Volkswagen Golf, Ford Focus, Kia Ceed, и, может быть, даже чему-то типа Audi A3 или Mercedes A-Class. Начнем этот обзор с обсуждения дизайна Мазда 3. Несмотря на немного насмешливое начало обзора, мне действительно очень нравится внешний вид этой машины. Задняя часть действительно аккуратна. Топовые версии оснащены светодиодными задними фонарями. Да, смотрите, настоящие выхлопные трубы. В этой машине нет места в подделках, нет ни фейковых выхлопных труб, ни липовых вентиляционных отверстий. Идем дальше. Тут слишком большая однообразная плоскость, из-за чего колеса выглядят маленькими. В более дорогих комплектациях вы получите колеса большего диаметра, но эти самые большие. Сзади тонированное стекло. Все Мазда 3 выглядят практически одинаково, независимо от выбранной комплектации. И это хорошо, так что вам не придется доплачивать, чтобы она выглядела красиво. Все же, а как там внутри? Я считаю, что у машины действительно красивый интерьер. Форма приборной панели интересная, воспринимается спортивной. Мне нравится, что водитель отделен от переднего пассажира, что придает машине более спортивный дух. Есть также интересные детали на дверях. Мне действительно все это нравится. С этой черной отделкой здесь внутри может показаться немного темновато, но этот алюминиевый декор вот здесь, а также на руле и здесь, и на ручках дверей, помогает оживить интерьер. Особенно эффектно смотрятся динамики Bose. Мне действительно все здесь нравится, так что темный салон не такая уж проблема. Приборная панель обита к уж заменителям, но все здесь мягкое на ощупь. Все, что должно чувствоваться дорогим, таковым и ощущается. А то, что снизу дешевая отделка, действительно не критично. И хотя и центральная втулка на руле кажется дешевой, но вы до нее реально не дотрагиваете. Пока вас кто-то не начнет раздражать. И опять же, хромированная отделка ее оживляет, так что вы не обращаете на нее внимания. Еще одна вещь, которую нужно проверить. Ощущается ли консоль цельной и неподвижной? Но все в порядке. Здесь все выглядит очень крепким и надежным. Наконец, я хочу поговорить о мультимедиа. Экран находится наверху приборной панели, что хорошо, но его странная форма как будто выбрана наугад. И теперь мы переходим к перечню возможных комплектаций, а я переключаюсь в режим ботаника-заучки. Выбор модификации стартует с SEL, и с ней идет широкоэкранная мультимедиа-система с Apple CarPlay и Android Auto. Также есть автоматическое экстренное торможение, чтобы вы ни в кого не въехали. А еще автоматический круиз-контроль, который будет держать вас на безопасном расстоянии от автомобиля спереди. Следующий уровень комплектации – SEL Luxe, в котором добавлена задняя парковочная камера и передние парковочные датчики, помимо стандартных задних датчиков. В ней также есть система бесключевого доступа, которая автоматически блокирует автомобиль, когда вы отходите. Следующая модель – Sport Luxe, оснащенная адаптивными светодиодными фарами, чтобы не слепить других водителей. В ней также есть легкосплавные диски с серым оттенком. И, наконец, есть автозатемнение зеркал заднего вида. Далее идет версия GT Sport с черным кожаным салоном, аудио с системой Bose и рулем с подогревом. И, наконец, топовая комплектация – GT Sport Tech, в которой добавлено множество функций безопасности, включая автоматическое экстренное торможение при движении задним ходом. Этого достаточно, иначе будет информационная перегрузка. Давайте продолжим этот обзор, поговорив о мультимедиа системе. Хотя экран и выглядит сенсорным, он управляется с помощью голосовых команд, а управление всеми возможными функциями – с помощью колесика и этих кнопок, что, честно говоря, удобнее, чем нажимать на экран во время движения. Помогает то, что меню очень простые, а графика четкая и яркая. Система навигации довольно приличная. Легко добавить необходимый адрес, и система быстро проложит маршрут. Также буквально в несколько нажатий можно добавить другую путевую точку к имеющемуся маршруту. Вы также можете использовать Apple CarPlay или Android Auto из Google Maps с помощью смартфона, а приложения, такие как Spotify, чтобы не стримить потоковую музыку через Bluetooth. Стандартная акустика, в общем, нормальная, но опциональный Bose заметно лучше. Теперь перейдем к этому центральному экрану. На самом деле цифровой – лишь средний циферблат, и с этим ничего не поделаешь. Кроме режима спидометра, можно пролистывать некоторую полезную информацию, включить систему помощи водителю или часы. Хотя на самом деле электроника простая, и с этим ничего не поделаешь. А подобное электронное оснащение у того же Volkswagen Golf намного более серьезное. С точки зрения подключения разной электроники, есть USB-порт и, по непонятной мне причине, CD-плеер, ведь уже не 90-е. Так, здесь еще один USB-порт и 12-вольтовая розетка. А в этом отсеке есть съемная перегородка, которая очень удобна, потому что ее можно поставить в положение, чтобы она надежно удерживала ваш мобильник. Это еще одно место, где можно положить ваш телефон. Рядом USB-порт. Здесь пара подстаканников. Один не очень глубокий, но другой справа рассчитан, чтобы вместить бутылку большего размера. Есть много места для больших бутылок в дверных контейнерах. Можно положить несколько бутылок. Вообще-то довольно большие контейнеры. Продачок заурядного размера. Мне нравится этот небольшой отсек. Я бы его использовал для хранения ключей. Что я нахожу немного странным, так это центральный подлокотник. Если вам нужен доступ к нему, вы не сможете просто его приподнять. Нужно его сперва слегка сдвинуть назад, а затем открыть его или сдвинуть его еще дальше и приподнять в том положении. Я не понимаю. Если это должен был быть регулируемый подлокотник, то в чем разница между этими двумя положениями? И кому нужно, чтобы так странно это все открывалось, когда вам нужно просто положить туда свой телефон? И еще одна странная вещь. Мне нравится положение водителя, и к тому же здесь так много возможных настроек рулевой колонки. Но хотелось бы, чтобы водительское сидение было пониже. Да, машина ощущается внутри очень спортивной, но ты как бы приподнят над этим всем. Вероятно, не будет иметь большого значения, какое у вас телосложение, так как тут много свободного места, и можно отодвинуть сидение достаточно далеко назад или придвинуть вообще вплотную. Двери открываются широко, так что даже если у вас солидное телосложение, вы все равно нормально выберетесь из машины. И давайте перейдем на задний ряд сидений. Так, мы уже на заднем сидении Мазда 3. И здесь минимально достаточно места для колен. Если у вас действительно длинные ноги, вам будет тесновато. Кроме того, пространство для ног немного ограничено после того, как мы отрегулировали переднее сидение. Более серьезной проблемой является наклонная линия крыши. Смотрите, если я сяду ровно прямо, моя голова соприкасается с ней. Если ваш рост выше 1,90 метра, то вам сзади точно не понравится. Что еще не очень хорошо, что здесь тускло. Эти задние стекла довольно маленькие, а оконный проем довольно высокий. Так что маленькие дети не смогут смотреть в задние окна. Если вам нужно перевозить сзади одновременно троих, то да, вы столкнетесь со следующей проблемой. В полу посредине есть этот центральный тоннель. Так что пространство для ног становится еще меньше. А это среднее сидение очень неудобное. Посмотрите, оно очень узкое, и вам будет очень тесно. А головы пассажиров по бокам будут прижиматься к покатой линии крыши. И иногда биться об эти большие ручки. Все же сзади есть некоторые элементы комфорта, например, эти подстаканники. В дверные контейнеры можно поставить бутылку необходимого размера. Качество отделки дверей здесь довольно хорошее. Они мягкие на ощупь, что необычно. В том же Volkswagen Golf на задних сидениях такого нет. Что не так хорошо, так это установка детского кресла. Видите ли, задние двери довольно малы, так что довольно трудно занести кресло в узкий проем. Крайне мере, здесь легко добраться до точек крепления Isofix. Поскольку в задней части салона достаточно тесновато, вам придется немного подтолкнуть передние сидения вперед. И если вы хотите установить два сидения сразу, между ними абсолютно не будет места. В любом случае, давайте перейдем к багажнику, чтобы я мог продолжить критиковать практичность этого автомобиля. С точки зрения фактической емкости, он немного больше, чем у Ford Focus, и немного меньше, чем у Volkswagen Golf. Но на самом деле он чувствуется менее практичным, чем оба из них. Отчасти потому, что из этих ребер жесткости загружать вещи немного неудобно. Здесь довольно высокий порог, так что вам придется поднимать тяжелые чемоданы. И вообще, здесь больше нет каких-либо интересных особенностей, как нет и места для хранения под поликом. Это место для хранения шинного герметика и всего такого. Запаски сзади тоже нет. Есть ремешок, но на самом деле он совершенно бестолковый. Что с ним тут делать? Что печально, что это была единственная особенность в этом багажнике. Если вы хотите перевозить длинные предметы, можно сложить задние сидения. Это достаточно легко сделать вот так. И получится сплошной пол. По нему можно двигать вещи к передней части автомобиля. Но сколько вещей реально можно перевозить в этой Mazda? Когда задние сидения сложены, здесь есть место для двух больших коробок и еще 15 маленьких. Вы также можете загрузить велосипед, не снимая колеса. С установленными задними сидениями есть место для двух больших и двух маленьких чемоданов. Детская коляска тоже влезет. На самом деле влезет и коляска, и еще одна сумка. Хорошо, это все, что касалось практичности. Теперь пришло время раскрыть топ-5 досадных моментов у этой Mazda. Капот настолько тяжелый. Он действительно должен был быть на газовых амортизаторах. И лучше здесь ничего не забывать, иначе запачкаетесь. Эта кнопка позволяет вам заблокировать двери автомобиля из багажника, что может показаться хорошей идеей. Но если вы завтыкали и оставили ключ зажигания внутри, и потом нажали эту кнопку, чтобы заблокировать автомобиль, и закрыли багажник, то все. Если у пассажира сзади очень длинные ноги, а водитель решил, что пора сдвинуть подлокотник назад, и сделал это быстро, черт, почти как выстрел в колено! У машины в топовой комплектации есть функция якобы контроля полосы движения. Но по факту она как бы вталкивает вас внутрь, то есть вами как будто рикошетит по дороге, и это очень раздражает. Им надо было действительно сделать автоматическую систему контроля полосы движения. В автомобиле нет места для хранения нижнего коврика после его снятия. Если вы хотите загрузить багажник, вы можете оставить коврик, но он займет определенное пространство. Я же просто посмотрю, как далеко он сейчас улетит. Но не волнуйтесь, вот топ-5 крутых особенностей машины по версии CarWao. В Mazda 3 есть технология G-Vector Plus. Во время движения машина автоматически вносит небольшие изменения в работу дросселя и тормоза, чтобы максимизировать сцепление с дорогой. Немного похоже на гонщика, улучшающего время на круге. Сидения не оснащены обычным управлением с помощью поворотного контроллера. Для откидывания сидения есть такой рычаг. Приподнимаете его, и вы уже в горизонтальном положении. Это очень легко. Я прям влюбился в эту штуку. Кроме обычного бензинового двигателя Skyactiv-G, можно выбрать еще так называемый Skyactiv-X, у которого особый наддув, позволяющий работать с эффективностью дизеля, но с плавностью бензина. Так что вы совмещаете лучшее. Где-то здесь есть небольшая камера, которая постоянно следит за водителем, и она определяет, начинают ли закрываться глаза и опускаться голова. И если видит это, срабатывает сигнал. В автомобиле используется, по сути, гибридная силовая установка, поэтому во время торможения происходит рекуперация энергии, а затем она используется для питания бортовой электроники или при запуске мотора. Хорошо, пришло время взять эту новую Mazda 3 для тест-драйва, и давайте начнем с городского режима. Что мне очень нравится в этой машине, так это ее органы управления. Итак, механизм переключения передач прекрасен. Эта механическая коробка великолепна. Она очень спортивная, ее приятно использовать. Все педали действительно информативные. Рулевое управление точное, но достаточно легкое. Все это хорошо. Что не так хорошо, что здесь довольно жесткая подвеска, и поэтому вас трясет на ухабах чуть больше, чем Volkswagen Golf или Ford Focus. Кроме того, у Mazda большой радиус разворота, так что вы рискуете быть пойманным врасплох на узкой дороге при попытке развернуться. Еще одна вещь, которая рискует стать серьезной проблемой, это недостаточная обзорность сзади, когда вы производите определенные маневры или пытаетесь парковаться, как я сейчас собираюсь сделать. Однако мне нравится то, что зеркало наклоняется автоматически, так что вы можете видеть бордюры и не повредите свои диски. Теперь я полностью полагаюсь на датчики, потому что я почти ничего не вижу. Экран мне тоже нравится. Хорошо, когда у вас есть разные электронные ассистенты, и у вас достаточно места для маневра. Но, видимо, сзади все же явно не лучше. Все, хватит этой городской суеты, едем на автомагистраль. На самом деле, я очень удивлен, насколько хороший этот автомобиль в дальних поездках. Старая Mazda 3 была довольно шумной. Это же намного тише. Кроме того, с увеличением скорости, подвеска на самом деле становится лучше. Эти сидения прекрасные, суперудобные. Вы можете с комфортом ехать в них километр за километром. Никаких проблем. Теперь давайте проверим отклик этого бензинового двигателя. 80 км в час. Четвертая передача. Ускоряемся. Посмотрим, сколько нужно времени, чтобы разогнаться до 113 км в час. Это нормально. И чем быстрее вы едете, тем больше шума она издает. Но это не страшно. На самом деле, прием от дизеля получше. Дизель также даст вам лучшую экономию. Давайте посмотрим, какой расход. Менее 7 литров на 100 км. Это хорошо. Наконец, давайте посмотрим, как Мазда 3 ведет себя на извилистой дороге. Итак, с этой спортивной настройкой все хорошо. На самом деле, она ощущается немного игривой, как для хэтчбека. Как будто вы чувствуете, что машина движется не столько агрессивно, а скорее игриво и весело. Управление мне вполне нравится. Я не думаю, что она управляется так же хорошо, как Benz или Ford Focus, но довольно хорошо, как для хэтчбека. Итак, каков мой окончательный вердикт по новой Мазда 3? Стоит ли отказаться от покупки, принять ли ее к сведению, внести в список потенциальных вариантов или купить? Я считаю, что стоит внести в Мазда 3 в список потенциальных вариантов. Пусть это не самый практичный хэтчбек, но это стильная и спортивная вещь. Мне понравилось. Вы согласны с моим вердиктом? Напишите в комментариях. Также, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы узнать о наших новых видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!